друзья привет из гибридных кроссоверов мы привыкли выбирать либо это будет харьер либо это nx ну и для самых богатых это будет rx но мы вам нашли конкурента этим всем моделям встречайте honda cr-v гибридная для тех кто не особо следит за последними поколениями honda сервер будет маленький исторический блок honda сервер четвертого поколения выпускалась до августа 2016 года потом они сняли эту модель с производства потому что они выкатили honda везель там были варианты просто бензин на гибриде робот вариатор разные виды отделки разные комплектации разные колеса модель бесспорно просто хит продаж что в японии что в россии компактный кроссовер который очень популярен и занимает но лидерскую позицию именно в сегменте компактных кроссоверов весель занимает лидерскую позицию и ему в спину дышит только си и чар это тоже популярная модель но она подороже она toyota но в общем там у них идет конкуренция за лидерство очень серьезная вот и honda они наверно приняли решение то что серви вообще им больше не требуется как модель на внутреннем рынке но запрос у рынка был на более серьезные кроссоверы потому что у toyota и у лексуса rx nx rav4 harrier достаточно таки серьезные кроссоверы полноразмерные nissan параллельно toyota делает x-trail там тоже есть бензиновая версия есть гибридная версия также разнообразие приводов у subaru есть forester который стал гибридным ушла turbo версия в общем крупноразмерные кроссоверы они очень популярны на рынке и рынок требует крупных калибров кроссоверов и в августе 2018 года honda начинает выпускать пятое поколение которое состоит из двух основных моторов первое то полторашка на 190 лошадей turbo и гибридная версия двухлитров моторе а двухлитров мотор у нас чего взяться корда и вообще они поняли то что двухлитровый мотор в паре с гибридной установкой которая взята с корда они ее поместили на степ веган они ее на одиссее они ее также поставили на сервис и это очень удачная связка которая хорошо едет которая хорошо себя ведет даже на таком достаточно таки тяжелом и серьезном минивэне как одиссей и в этом видео будет интересно а как же подобная технологическая связка ведет себя на honda сервис посмотрим плюшки этой модели посмотрим также ли honda заморочилась в деталях и действительно ли не только по размеру сервис конкурент харьеру nx у либо еще и по комфортности по отделке в этом видео все расскажем про гибридной сервис ребят первое это у нас дизайн дизайн в общем мне немножко напоминает раб чик и это все из-за фар потому что они реально похожи на последнее поколение раб 4 у honda в принципе сохранился стиль сервис она стала немножечко подлиннее немножечко повыше немножечко пошире то есть чуть-чуть приросла в габаритах у нас уже узнаваемая фара которая идет на новых инсайдах на новых аккордах ребята вот эти два глаза когда вы выкручиваете руль вправо они вам подсвечивают вот здесь вот то есть если там у вас плохое освещение то какая-то яма там и прочее все вы увидите данная фишка еще реализована на степ вегане тоже поворачиваешь руль и этому блин откуда свет откуда берется пучок света они фару делают вот такие штуки никто из брендов больше подобных опций не вводит в свою оптику колеса симпатично у нас почти максимальная комплектация про комплектацию поговорим попозже люкатая версия и люк даже состоит из двух частей в общем почти как мерседесе задняя часть сохраняет хондовский стиль эти стопы мне напоминают немножко сейчас цивика в кузове fk немножко также стиль похож на инсайда в общем они красавцы сохраняют общие тенденции в дизайне за внешность я поставлю четверку мне нравится но она такая более добрая то есть потому что все таки когда у тебя то есть мы живем на дальнем востоке у нас здесь лексусы тойоты очень много даже на левом руле этих автомобилей и на правом тоже и у тебя глаз реально привыкает на какие-то дизайнерские решения и когда появляется что-то другое что-то новое ты такой необычно минимум ты скажешь я помню историю с 50 приусом когда появились первые экземпляры в городе все что это за урод сейчас просто вообще про 30 приусе забыли берут полтинники нормальная красивая машина посчитать нам пожалуй красненького какого-нибудь ну то есть чем больше появляется машин дорогах тем люди но привыкают дизайну играет окей после агрессивных дизайнов toyota и лексуса серви но это прям до такой добряк вот поэтому если вы ездили на каких-то вот таких округлых машинах с добрым дизайном допустим тот же cayenne я вот тоже считаю добрый он весь такой гладкий зализанный каплевидные там фары он тоже для меня добряк вот поэтому если вы не жаловали никогда там агрессивные дизайны лексусов вам серви зайдет мне в целом нравится фары передние просто делают визуал этой машины зачет и так ребята это же honda еще и современная последнее поколение серви на данный момент это топовый кроссоверу honda чем же нас эта машина может удивить сердце этого автомобиля это новый мотор lfb на 145 лошадей этот мотор в 2019 году поставили на новые аккорды самого последнего поколения об серви он уже был в 2018 году поэтому покупая серви у вас но я не побоюсь этих слов у вас последняя разработка в двигателях от honda все что знают инженеры про то как строить бензиновый мотор это будет вашей серви плюс идет гибридная установка на 135 киловатт а это тоже полная техническая копия взята с аккорда уже не терпится прокатиться и посмотреть как же эта машина едет до сотни и входит в поворот и ускоряется тормозит и прочее очень интересно потому что если тенденция сохранится и ты едешь так же хорошо как на степ вегане как на одиссея на этих же агрегатах и у тебя еще и топовый кроссовер на этих же агрегатах и он также едет это просто будет вау давайте побольше дам чисел для тех кто больше понимает крутящими моментами лошадиными силами 175 ньютона метров у бензинового мотора у электромотора внимание 315 ньютона метров крутящего момента эти силовые агрегаты работают также в паре с есть и вити то есть это идет продолжение в аккорде напоминаю что последний аккорд 2019 года идет на тех же самых агрегатах те же самые цифровые показатели у нового аккорда не больше не меньше по киловаттам по лошадям ничего все то же самое трансмиссия вся то же самое автомобиль технически содержит последние разработки от honda и вы знаете сколько стоит то замена масла и три фильтра всего лишь 6000 рублей будет стоить вам то ложка 2 литра гибрид считается старшей версией базовая версия на же младшая версия идет на моторе l15 b это обычный бензиновый мотор плюс турбина данные моторы с настройкой там лошадей меньше они нам знакомы по степ веганом по цивикам поэтому этот мотор появился не в 2018 году а пораньше что у нас в россии на дворе у нас весна 2022 года где-то может быть недели три назад или даже месяц honda объявила что она уходит из россии когда она и так собиралась уходить из россии поэтому серви пятого поколения больше не будет продаваться на левом руле в россии и данную модель можно купить только на правом руле а все-таки какие моторы и вообще какие версии были у дилера у дилера была двухлитровая версия на моторе r20 а 9 это старый мотор и 2 и 4 к 24w это тоже старый мотор хондовский и все две версии 2 и 2 и 4 никаких полторашек turbo в россии не было гибрида не было поэтому самое вкусное осталось на внутреннем рынке японии но на правом руле поэтому если вы хотите последний если вы хондовод если вам нравится honda вам нравится серви велкам на аукционной японии но будет правый руль также к техническим характеристикам хочу отнести эксклюзивную разработку кузова под аббревиатурой а и си и которая сделала кузов более жестким в угоду безопасно ну и наверное все таки жесткость кузова влияет на то как машина ведет себя на трассе в поворотах и прочее вот но это написано в блоке про безопасность мануле к этому автомобилю кузов стал жестче и безопаснее для людей которые находятся в салоне при всяких столкновениях и дтп приятно но про безопасность мы еще поговорим далее друзья давайте посмотрим багажник здесь у нас он с кнопочки открывается вау так смотрите у нас багажник ну назову его огромным без сложенного второго ряда у нас объем 1110 литров если опустить вчера снимали филдера там те же самые технологии об сложенном состоянии у нас внимание 2146 литров объем багажника будет вот то есть перевозки опять же мое любимое это закинуть матрасик и ночевать в этом автомобиле у серви есть 5 местная комплектация и 7 местная комплектация имейте в виду что в гибридной версии нету 7 местной комплектации потому что батарея у нас находится в задней части автомобиля поэтому что в переднем приводе что в полном приводе связки с гибридом 7 местной комплектации нету вот здесь у нас там есть розетка есть такая ниша не очень большая то есть тут под нету коробов прям вот как у x-trail а что можно там там стулья хранить и прочее вот поэтому все скромненько там домкрат и прочее да по багажнику в принципе все больше ничего интересного нет ну вот вот это вот черта вот этого автомобиля все-таки все на автоматике пятая дверь это уже дает и сексом надо волноваться так ребята что у нас в салоне стерви я когда первый раз сел сюда я такой обратил внимание сразу же а какие здесь крутые сиденья они выполнены очень стилево там строчка боковая поддержка все очень круто когда я сел серви я сразу же обратил на качество кожи качество отличается от лексуса и тойоты а все почему потому что кожа натуральная качественный пластик он разные здесь пластик под дерево сделал выглядит немножечко необычно потому что сейчас везде применяются что-то под карбон применяется какие-то текстурные пластики под мрамор какой-то тонированное тонированное дерево залачено и здесь же у нас идет ну вот просто откровенная деревяшка но и пластик там двухзонный климат-контроль 8 настроек положение кресла у водителя 4 у пассажира селектор у нас идет на кнопках то есть сейчас это по моему во всех топовых хондах уже ушли от рычага подогрев лобового стекла открытие багажника в общем все стандартно память сидений у пассажира нет у водителя есть очень информативная приборка которая вам показывает вообще все что происходит с автомобилем в очень красивой графике автомобиль обладает разными датчиками разными системами и даже при ошибках водителя вероятнее всего машина выровняется машина сделать правильные действия распределяя крутящий момент и все будет хорошо и honda sensing эта система безопасности не понадобится ни водителю не пассажирам кстати сидели в автомобиле и я заметил вот сначала все-таки коленом и потом глазом что есть подушечки и когда ты сиди но у меня рост 185 но допустим кто будет поближе сидеть к рулю у вас коленка нога упирается в подушечку вот в эту мягенькую это все к чему это не какая-то супер крутая опция это все про то то что honda думает о деталях так у нас версия на люке то есть у нас есть такая вот большая панорама почти как у мерседеса то есть мерседеса еще закрыта сеточка и у нас есть полноценный люк открывающийся наполовину мою боль мою боль вот кто смотрит наш канал достаточно давно знает что джесси у меня в машине нету подочечника здесь хороший подачу все мягенько все очки не пострадают и еще ну я не знаю как это называется прямо на автомобильном языке зеркало чтобы смотреть на задних пассажиров то есть что происходит вообще в салоне ну кайф же вот-вот люди в мелочах просто выигрывают у таких больших гигантов как тойота и lexus вот такими вот опциями хочу в отдельный блок выделить систему безопасности honda sensing которая идет во всех серви пятого поколения вне зависимости от какая у нас версия полторашка либо два литра гибрид вне зависимости от комплектации у вас везде установлена honda sensing что включает она в себя адаптивный круиз предупреждение лобовом столкновении сход с полосы шесть подушек безопасности у нас система жесткости кузова да и эксклюзивная разработка как называет honda красавчики красавчики не маркетологи как допустим корейцы они даже моему другу лёхе пахому промыли голову он знаете что хочет купить он катается на rx 2012 года праворукий 450h то есть 3.5 мотор гибридная установка классная тачка он знаете на что хочет ее поменять черри китайский этот кроссовер ну там серый там вот такая вот приборная панель вот такая здорово качественная там android там ну и выглядит круто то есть у лёхи вообще какая там безопасность и какие там 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 сколько стоит т.о. надежность там и прочее гибрид не у лёхи вообще вот человека купил маркетинг это вот приборка ну я не знаю я бы смотрел бы все-таки бы на технологичность автомобиля на надежность автомобиля на ликвидность автомобиля и на безопасность автомобиля безопасен ли черри как серви сомневаюсь ребята задний ряд сидуля водительская отодвинута на максимум кстати говоря опять же все качественно дверные карты тяжелые ну да они мягкие ну вот прямо чувствуется качество что там не пустота везде по салону пищалочки удобно сидеть к сожалению сидули не падают как в тойота приус альфа что там вот можно прям в багажник упасть и прям вот ну откинуться здесь к сожалению нельзя но сидеть комфортно я очень рад что вот honda думает даже задних пассажиров так ребят ну что езда просто вот сейчас в повороте как проверяем машину так сейчас как бы газульку держу нормально слышно мотор да и вообще вот по шумоизоляции наверное вот только с моторным отсеком как бы так себе они поработали а так вот дорогу какой-то они там еще задний подрамник сделали на резине что тем самым прибавляет комфорта и везде и по шуму все-таки лучший кроссовер который себя ведет в поворотах в городе на трассе тем более это outlander печи в батарея на днище она конечно же позволяет этому кроссоверу ехать просто даже лучше некоторых седанов все-таки здесь центр тяжести у этого автомобиля он повыше чем у печи и поэтому это обычный кроссовер да есть батарейка то на 700 вес ничего такого вы не получите в поворотах то есть также его кренит и то что кроссовер современный все таки все современные машины делают жестковатыми уже в угоду управляемости если вы будете сравнивать серви предыдущих поколений она будет более управляемая но вам покажется на более жесткой ребят опять же внимание к мелочам посмотрите как зеркало сделано левое я вижу левый порог автомобиля нижний порог то есть парковаться вдоль бордюра еще проще в автомобиле на каждый день для города сейчас я вижу вот для себя и всем рекомендую вот кто у меня спрашивающие что купить за какие-то бюджеты я всем говорю гибридные версии автомобилей для меня абсолютно не интересно машина сейчас без гибридной установки она как будто неполноценная потому что все-таки современные реалии там это даже не про стоимость бензина это про движение в пробке у тебя заглушенный мотор ты по чуть-чуть продвигаешься все постояли вы участок у тебя бензиновый мотор заглушен его преодолел на электромоторе и потом поехал в паре там работает бензин и электромотор просто обычный бензиновый мотор а вот я еще имею дело с двумя обычными бензиновыми машинами там вот пробокс одна из них ты относишься к ней как фургону то есть это все равно машина ну не на каждый день у нас и я сажусь ну уже не то бензин просто бензин не то сажусь в карьера двухлитрового обычную атмосферку не то постоянно заведенный мотор обороты держатся там 800 900 не то гибридные версии машин у тебя и вот он крутящий момент у тебя нету вот этих вот бензиновых рывков все медленно все плавно но при этом только ты нажимаешь педаль и ты поехал кайф ребят я оттормаживаю со скорости но 150 и я чувствую что я торможу не только колодками а здесь тормозит гибридная система и это еще один плюс кроссовера потому что у все кроссоверах вне зависимости от бренда мы не берем конечно европейские когда там тормозные диски там вот такие ну там и стоимость машин вот такие вот наши обычные гражданские кроссоверы серви и харьер и прочее тормозов мало я говорю про обычные бензиновые версии а в гибридных версиях у тебя еще тормозит электромотор что тебе позволяет еще лучше управлять автомобилем получать от этого удовольствия со 150 ты оттормаживаешься практически в ноль за ну не прилагая никаких усилий и ты чувствуешь то что это не колодки нет не тормозной диск тебя остановил он тоже но в основном это гибридная установка система рекуперации так ну что замер до 100 так включаем спорт рейди раз-два-три но не аккорд 7 и 5 вообще хорош давайте разгоним до 180 получим но здесь очень видно набираем давай 180 хочу конечно такие скоростями для этой машины но в плане по набору так себе аккорд но как она тормозит это прям вот я с вот с такой скорости оттормозился очень легко это прям кайф также я отнесу хороший тормоза к системе безопасности потому что кое-где это спасет вас от каких-то дтп 75 хорошие цифры для кроссовера у меня lexus 662 что ли едет то есть ну там на секунду быстро быстрее вообще красавчик honda красавчик ребят подводя итоги по honda серви хочется сказать что эта машина стала реальным конкурентом harrier и nx у все-таки до rx этому автомобилю не его класс rx прям это вот повыше это назовем элиту в японских кроссоверах но выбирая между харьером и серви либо гибридный x-trail я бы всерьез кубы взял бы на рассмотрение honda серви потому что здесь топовые технологические решения топовые агрегаты и если вы берете еще версию там панорамная крыша с люком память сидений классная приборка динамика как она едет ну харьер но он только может выиграть что он тойота и в некоторых регионах россии якутия там вот ну тойота прям вот заходит и они мнение не только тойоту мне только то они готовы брать вообще абсолютно пустые какие-то варианты я считаю абсолютно неудачные модели по сравнению там допустим вот взять акву nissan not your power я бы взял бы е-power однозначно потому что но эта машина она круче аквы не в якутии возьмут так у всегда то есть люди вообще не слышат технологии что аку считать вот поэтому если у вас бюджет там два спины миллиона рублей там даже ближе к трем я бы рассмотрел бы серви хотя гибридные версии начинаются сейчас от двух миллионов рублей за переднюю приводную версию и где-то там два сто два двести это старт за полноприводную версию имеет место прям вот в списке полноразмерных кроссоверах и конкурировать с уже молчу про x-trail и форестер даже гибридный у форестера гибрид какой 10 киловатт эта технология взята с xv то есть это просто запустить мотор и чуть-чуть подталкивать машину там но когда она тронулась то есть самом начале это же машина у нее 315 ньютон на метров крутящего момента у гибридной установки вау 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 как она едет ребят в общем напишите ваше мнение внизу в комментариях все-таки можно ли серви конкурировать с уже лидерами как бы в мире кроссоверов то есть это равчики харьеры nx и либо все-таки вы не доверяете хонде она не ликвидная как вы считаете или что-то еще может быть я не объективно ребят жду от внизу давайте пообщаемся про эту машину и вообще куда потратить два тире три миллиона рублей когда стоит выбор среди кроссовера ребят подпишите на канал поставьте лайк пока рейдерс компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля